ну вот разобрал я лебедку значит что мы здесь видим а то что здесь нормально так живет вода это что лебедки стоит обслуживать этот хваленый варон на самом деле он очень хорошо пропускает воду и все-таки здесь нужно набивать смазки эта страна здесь выглядит чуть получше но в целом все равно все это дело надо будет промыть набить смазочки хорошенечко при том что перед зимой это обязательно нужно делать поскольку сами понимаете провалить день полет решить воспользоваться лебедка вас вода который здесь есть кристаллизуется и она просто не сможет провернуть и и мотор вар сгорит поэтому в этом случае рекомендую все-таки это делать раз в сезон да это геморрой но да это не хочется но это нужно делать так что ребята всем удачи покажу результат следующем кадре ну вот принципе все мы почистили разобрали фактически здесь прямо была щит рашняк сейчас я дочищу здесь ну и вот принципе остальные все шестеренки которые были в таком они состоянии сейчас мы либо совсем таком назовем не плачевным но на грани элементы остались но они все вращаются теперь без проблем без закусываний то есть первый признак что надо в шестеренку лезть в лебедку вот это нужно значит соответственно услышите хруст так называемый хрустик при сматывании или разматывание лебедкой значит первый признак того что вам нужно уже туда залазить а вообще перед зимой в обязательном порядке все это нужно будет делать зубья все целые в этом плане все хорошо смазочки на объем и в принципе будет все работа крутится без проблем такой вот соответственно барабан был уже троса тросом в таком состоянии есть ржавый стальной весь полу облупившийся поэтому надо будет заменить его на синтетику он уже синтетику принес чтобы руки не накалывать ну и соответственно весь так этого шлифанул а дальше он так то уже так чисто просто эстетический внешний вид принципе это можно было не делать это нет не влияет на алюминику ну все будем производить сборку